Доброе утро, уважаемые коллеги. Я, наверное, постараюсь не очень долго выступать. Тему мне определили как цифровая трансформация высшего образования. И достаточно системный был доклад у Павла Анатольевича, поэтому я, наверное, больше углублю некоторые моменты, которые касаются цифровой трансформации высшей школы. Я выражу где-то собственные отношения и постараюсь не читать лекцию, а порассуждать на тему, потому что очень много есть вопросов, на которых нельзя сразу ответить и нет готовых решений. Вернее, есть решение, которое, если в двух словах его формализовать или формулировать, оно будет выглядеть следующим образом. Нужно работать в таком-то направлении. Вот тогда это решение, которое приведет к соответствующему результату. Если говорить о проблемах цифровой трансформации, то внешние факторы понятны. Это очень высокая скорость изменения внешней среды. Прежде всего, технологическая. Не секрет, что более 40% конкурентоспособности компаний в реальном секторе экономики определяется уровнем ее технологического развития. Реально даже больше. Все остальное – это уже оптимальный маркетинг, умение продавать, умение рекламировать, оптимальная система управления. Но если технологический уровень недостаточно высок, даже при хороших службах продаж, ты свой продукт не продашь просто. Либо издержки будут таковы, что продукт не будет конкурентоспособным. Второй факт – технологические преимущества начинают во времени быть очень быстро трансформированы. Условно, пример какой. Ноу-хау, который придумал Ford в 1905 году, позволяло выпускать конкурентоспособные автомобили в течение 15-20 лет. И само нау-хау можно было держать в секрете в течение долгого времени. Сейчас ситуация такова, что, первое, информация становится доступной в широком доступе очень быстро. Я уже приводил статистические данные. Кроме того, что идет экспоненциальный рост данных, более 98% из них находятся в открытом доступе. Это я имею в виду весь объем данных, в том числе тех, которые являются корпоративными данными, персональными данными и так далее. Даже вопросы, связанные с персональными данными, приобретают особую актуальность. Только мне коллега сказал, принятые Европейским Союзом, и вы, наверное, тоже в прессе их смотрели, новые нормы, связанные с обеспечением безопасности данных, где, в принципе, минимальный уровень штрафа компании, допустившей нарушение режима информационной безопасности, стартует примерно с 20 миллионов евро и выше. Причем это абсолютная реальность. Поднимаются сейчас вопросы, связанные с правом гражданина на то, чтобы он управлял своими данными в открытых информационных ресурсах. И вы прекрасно знаете, какую проблему представляет сейчас удаление персональных аккаунтов из социальных сетей. То есть фактически вот эта фраза, что если ты попал в Facebook или в Google, то это уже навечно. А реально вообще должно учитываться и право гражданина, чтобы он этими данными управлял, в том числе вплоть до модификации либо удаления записей из персональной информации. Третье – это соответствующие изменения, которые происходят в социуме. То есть технологические изменения по видам деятельности, проникновение информационных технологий в управление и цифровизация данных о тех процессах, которые происходят в любом учреждении. Вот приводит к тому, что появляются очень абсолютно новые механизмы управления реакцией на внешние технологические изменения. Ну и, соответственно, проблемы, которые начинают возникать, они могут быть трансформированы в то, что для того, чтобы быть успешным и успешным в высшей школе в том числе или в первую очередь, нужно постоянно самосовершенствоваться, нужно обладать современным уровнем профессиональной компетенции и максимально эффективно использовать современные инструменты, ну, если мы говорим об системе образования, то современные инструменты для организации и осуществления образовательного процесса. При этом вот эти вызовы, на мой взгляд, для высшей школы с точки зрения ее институциональных принципов построения либо фундамента, по которому работает высшая школа, для высшей школы риски менее значимы и более управляемы. Я объясню, почему. То есть традиционно высшая школа еще в нашем случае со времен Советского Союза хорошая высшая школа объединяла в себе две базовых компетенции. Первая компетенция или первая функция – это функция образовательная, вторая функция – это функция научно-исследовательская. Научно-исследовательская функция для педагога высшей школы как раз-таки и подразумевает постоянное самосовершенствование и, ну, если хотите, добычу новых знаний, потому что есть три способа получения знаний. Первый способ – законный и дорогой, самый правильный. Это способ, основанный на научных исследованиях. Второй способ – законный, тоже достаточно дорогой, но быстрый. Это приобретение тех или иных технологических разработок и так далее. Ну и третий способ – незаконный и быстрый, иногда, иногда не очень быстрый – это шпионаж. Причем, как вы сами прекрасно понимаете, с учетом открытости данных появляются и другие способы, которые позволяют получать новое знание с использованием инструмента многофакторного анализа, больших данных и так далее, и так далее. Это тоже новый инструмент не только педагога, но уже и исследователей. Так вот, возвращаясь к тому, что институционально высшая школа имеет обязательную компоненту, связанную с производством знания, на мой взгляд, высшая школа более восприимчива к тем вызовам, которые необходимы, и к тем задачам, которые необходимо решать в процессе цифровой трансформации. Но есть ряд других проблем, которые, в принципе, касаются уже организации деятельности педагога и исследователя в высшей школе. Это отдельный пласт задач. Я уверен, что в каждом университете его будут решать по-своему. Но говоря о направлениях, по которым следовало бы выстраивать развитие высшей школы, с учетом тех задач, которые стоят по цифровой трансформации, я бы выделил базовых три задачки. Задачка первая – это инфраструктура. С инфраструктурой у нас и в высшей школе, и в стране более-менее все нормально. То есть все-таки информатизация с точки зрения создания современных инструментов, сетей, было очень много сделано. Вопрос, достаточно ли это или нет, ответ на этот вопрос мы будем получать по мере того, как мы будем решать вторую задачу. Вторая задача – это сервисы. Это те процессы, которые протекают в учреждениях образования. Конечно, по мере увеличения их количества и видов сервисов, которые мы будем предлагать, будут появляться и новые требования к инфраструктуре. Ну, условно. То есть мы говорим о том, что мы хотим, чтобы учитель был мобильным или педагог был мобильным. Да, у нас, соответственно, появляются требования к инфраструктуре с точки зрения мобильных устройств. Раз. С точки зрения безопасности разграничения доступа. И одна и вторая задача вполне решаемая, причем для того, чтобы ее решить, не нужен достаточно большой объем положений, потому что мобильные устройства уже у всех есть. То есть осталось решить только задачу безопасности с регистрацией мобильного устройства в сети университета, условно. и предоставление этому мобильному, ну, или этой персоне соответствующих прав по доступу к информационным ресурсам, как внутриуниверситетским, так и внешним ресурсам, на которые университет подписан. Вторая задача – это сервисная. И третья задача – это задача, связанная с развитием кадрового потенциала. И одна, и вторая, в смысле и вторая, и третья. Задачки непростые, потому что они требуют, с одной стороны, анализа и реорганизации источников информации, с другой стороны, изменения подхода к вообще организации деятельности педагога, профессора, который не только читает лекции, а в последнее время вообще не столько лекции читает, а использует, в общем-то, иные формы проведения занятий, которые зачастую более эффективны. Это формы и семинаров, и коллективного решения практических задач и так далее, и так далее. Не все готовы к этому, причем тут даже, наверное, я не сказал бы, что возраст играет ключевой фактор, хотя играет, потому что организация своего дня, организация процесса – это тоже дело привычки. Здесь у нас есть задача, которая будет нацелена на то, чтобы эти привычки видоизменять и привлечь в другие вещи. Ну и, конечно, очень важный момент, как совместить деятельность, связанную непосредственно с обучением, с формированием компетенции у студентов в фундаментальной части, в практической части, и максимально приблизить работу и студента, и педагога к тем задачам, которые стоят на реальном производстве. Соответственно, первое базовое направление – это направление, связанное с реализацией такой модели, как цифровой университет. Здесь задачи стоят как с точки зрения оптимизации бизнес-процессов, которые происходят в высшей школе раз, так и с точки зрения уменьшения нагрузки на педагога. То есть необходимо реализовать принцип однократного ввода информации. Дальше вся информация, необходимая для аналитики, для руководства, должна формироваться в автоматическом режиме. Задача непростая, потому что нельзя взять действующий бизнес-процесс в университете и его автоматизировать. То есть он в таком виде не приведет к надлежащему эффекту, хотя отдельные его части могут подвергаться и прямой автоматизации. Второе – это интерфейсные решения, которые должны быть понятны и удобны, в том числе и для педагога. Второе направление – это реализация модели университета 3.0 как модели, связанной с коммерциализацией научного знания, производимого в университете. Ну и тут тоже есть два аспекта. Аспект первый – не нужно забывать, что университет, кроме того, что предоставляет основной образовательный сервис, то есть это все-таки процесс, который нацелен на формирование компетенций, кроме того, имеет блоки достаточно, в разных университетах по-разному, но он существует, университет – это еще и учреждение, которое производит определенную продукцию. Это отдельный бизнес-процесс с отдельными правами и правилами по управлению интеллектуальной собственностью, которые тоже требуют соответствующей инфраструктуры. Чем раньше мы вовлечем студента в процессы создания продукта, в том числе или прежде всего по отношению к университету, которую я сейчас возглавляю, продуктов в сфере информационных технологий, тем больший эффект мы будем получать на выходе. Ну и третье – это компетенции. То есть цифровая трансформация влияет в том числе и на содержание образования. А скорее всего, прежде всего влияет на содержание образования. Все прекрасно понимают, что с одной стороны нельзя научиться на всю жизнь вперед и надо учиться постоянно, но с другой стороны абсолютно нельзя сделать вывод о том, что в этом случае учиться не надо. Нет, как раз-таки учиться надо. И Греф в одном из своих выступлений говорил, что каждое утро лев и антилопа просыпаются, и второму необходимо бежать. Льву для того, чтобы добыть себе пропитание, антилопе для того, чтобы не быть съеденной. Можно много философствовать на эту тему. Единственный правильный вывод из этой ситуации заключается в том, что бежать нужно обоим. И бежать нужно как можно быстрее. Для того, чтобы быть успешным в жизни, и наше молодое поколение это прекрасно понимает, бежать нужно и бежать нужно быстро. Наша задача — подсказать им, в каком направлении бежать, помочь им бежать максимально эффективно. При этом ни для кого не секрет, что такими базовыми компетенциями, которые определяют успешность в цифровом веке, в 21 веке, согласно отчету Организации Объединенных Наций, были определены четыре таких базовых компетенции. Это коммуникативность, критичное мышление, креативность и возможность или умение командной работы. Мы прекрасно понимаем, что время одиночек прошло, и нужны командные коллективы. Даже для очень талантливых людей, если нет команды, то очень большие вопросы, будут ли они успешны в будущем. Ну и, соответственно, вопросы, связанные с новыми формами коммуникации и так далее. Это компетенции, которые многие называют soft skills, то есть компетенции, которые нужны любому профессионалу, любому человеку, который видит собственное развитие. Кроме этого, есть большая масса профессиональных компетенций, которые должны быть встроены в образовательный процесс и реализованы. Соответственно, говоря о модели университета 3.0, я хотел бы выделить здесь две базовые компоненты. Первая – это создание среды в университете, которая будет поддерживать креативные и предпринимательские способности молодежи и помогать им реализоваться в виде команд, проектов, приносящих реальный продукт, реальную порзу и, соответственно, реальные деньги и заработок для них. А вторая составляющая – это либо расширение, либо генерация в том числе и новых механизмов взаимодействия с заказчиками кадров. Но тут я уже основываясь на собственном опыте, повторюсь еще раз, что заказчик кадров – это не потребитель. Заказчик кадров – это организация, которая помимо того, что заявляет потребность, еще и участвует в процессе подготовки. И механизмов здесь достаточно много. Много механизмов, которые можно было бы задействовать. В частности, связанные с организацией практической подготовки, практик, вовлечение персонала компаний в образовательный процесс, вовлечение персонала университета в работу компаний. И для этого, наверное, маловато будет того времени, которое мне отведено по регламенту. Но это тоже одно из направлений, которое, на мой взгляд, даст эффект как с точки зрения качества образования, так и с точки зрения повышения эффективности взаимодействия отдельного университета и системы образования с реальным сектором экономики, с рынком труда в целом. Понимая, что рекламенты ограничены, я с удовольствием перенесу ваши вопросы в дискуссию в рамках кофе-паузы. Ну и хочу в заключение сказать, что вот эти базовые компетенции, они в том числе иногда определяют и стиль работ. Поэтому командный стиль работы всегда хотелось бы, чтобы он характеризовал систему образования и приводил к эффективным результатам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.